А ничего, что я одинаково одет во всех этих? Или пофиг? Дим, пофиг? Всем привет, друзья! В этом выпуске мы поговорим о Dodge Ram 5.7 Hammond. Нет, я что-то за это... Запукался. Как я там говорил? Стоп, стоп, стоп. Все, давай, погнали! Всем привет, друзья! В этом выпуске я хочу рассказать о Dodge Ram 1505.7 Hammond. У нас был один выпуск, в котором я немножко понаваливал боком и так в общих чертах рассказал о машине. Но сегодня я хочу рассказать о моторе. У этого мотора есть свои плюсы, есть свои минусы и мало кто знает вообще, что он из себя представляет. Поэтому давайте вместе посмотрим, что у нас под капотом. Погнали! Это классический V8, который собран на чугунном блоке с двумя алюминиевыми головками. У него нестандартная компоновка, как у большинства других двигателей, которые установлены там, а также на свежих автомобилях 2004, 2005, 2006 и так далее года. То есть, в принципе, этот мотор мне нравится тем, что он надежный, простой и всеядный по причине работы на 92 бензине. Здесь 16 свечей, 8 катушек зажигания и также он 16-клапанный. Диаметр клапана здесь очень большой. Собственно, мы понимаем, что при объеме 5,7 литра и взять, допустим, также 32-клапанный, то диаметр клапана будет меньше по причине того, что их больше на цилиндр. Здесь их ровно 2 на цилиндр и 16 штук. В головках блока цилиндра находится всего лишь по одному распредвалу. То есть, здесь система газораспределения устроена так, что кулачок на распредвале, правильно, кулачок же, толкает не через гидрокомпенсатор клапан, а через рокер. На другой стороне у нас гидрокомпенсатор, который уже непосредственно приводит в движение сам клапан. Итак, друзья, что самое интересное, это то, что этот двигатель от компании Chrysler и в свои годы этот мотор ставился на боевые истребители P47 Thunderbolt. Так глупо звучит Thunderbolt. Несмотря на то, что это 16-клапаны V8, его мощность составляет 345 лошадиных сил и где-то около полутысячи крутящего момента. Это спортивный пикап. Во-первых, его самые основные, ну как минимум три отличия. Первое, они шли только в короткой базе. Второе, у них слегка занижена подвеска и в-третьих, они шли только на двадцатых колесах. С виду автомобиль кажется очень громоздким и неуправляемым, но на самом деле это не так. Друзья, здесь стоит гидравлическая рейка с гидравлическим усилителем руля. Автомобиль рулится очень и очень хорошо. Руль настолько мягкий, что даже в последующих моделях Dodge Ram 1500 руль гораздо жестче, чем здесь. Но про подвеску мы сейчас поговорим отдельно, когда поднимем автомобиль и покажем вам все, как есть. Что-то его поднять, это вообще один геморрой. Что-то там захрустело в доске. Собственно вот, подняли мы автомобиль на подъемнике и первое, что бросается в глаза, это то, что автомобиль снизу не имеет никаких запотеваний и подтеков. На самом деле это очень большой плюс, потому что ты не паришься о том, что у тебя где-то что-то убегает, уходит. Ну это я как BMW-шник могу сказать, потому что у меня течет практически все. И не только из машины. В общем, друзья, по подвеске. Недавно этот автомобиль приезжал, соответственно, в BC Tuning, где мы сделали замену рулевых тяг, с рулевыми наконечниками, с верхними рычагами. И сейчас автомобиль гораздо приятнее себя ведет на дороге и очень хорошо рулится. Здесь у нас рессорная подвеска. И что мы видим, когда едем сзади за Dodge Ram, это крышку редуктора. На самом деле очень удобно. Чтобы поменять масло в заднем мосту, мосте, ну, в заднем дифференциале, достаточно открутить просто вот это количество болтов и все поменять. Очень легко, даже без подъемника. Амортизаторы тоже, обратите внимание, очень интересно расположены. Один находится сзади моста, другой спереди. Почему же у нас такое расположение задних амортизаторов на задней части этого пикапа? По причине того, что здесь отсутствует тяга панара. И разнесенные в разные стороны крепления задних амортизаторов точно так же компенсируют все нагрузки на задней оси. А теперь обратим внимание на переднюю часть подвески. И здесь стоят торсионы вместо пружины. Амортизаторы также все четыре штуки присутствуют. Сзади у нас рессоры, спереди торсионы. И, что немаловажно, основной вес автомобиля приходится на переднюю часть. А задняя часть остается без особого внимания, потому что она очень легкая. Ну и владелец любит иногда повалить боком. Понравилось видео? Ставьте лайк. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Там ссылка-мылка в описании. В общем, рулька. На что ссылка? Не знаю, на что она должна быть. Что вот я говорил? Ну что, пишем, ставим. Ставьте, пишите. Какая разница? Пишем, ставим, ставьте. В чем разница? Фу, я красный весь. Ты же потом там все замажешь. Понравилось видео? Ставьте палец вверх. К нам в мастерской. Вовремя делайте техническое обслуживание. А лучше делайте это у нас в мастерской. И делайте это в нашей мастерской. Сука! Ладно, все, все. Понравилось видео? Ставьте палец вверх. Пишите в комментарии, что бы вы хотели еще узнать об этом автомобиле. Ну, а внизу я оставлю ссылочку на вторую серию первого сезона об этом же автомобиле. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте колокольчик. Жмите колокольчик. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok